ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас прыжок с двух ног левой коленой бросается плечами. Нога в лево, два правого нога. Выпрыгиваем сначала с двух ног лево, оп! Выпрыгиваем туда, право, оп! 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 Здесь прыжок в коленой высых плечах. Здесь разорит не разнимается. Ребенок вверх, ноги в сторону. Собраны легче. Нож и земли не соединяй. То же самое, положение стоп на другой части напеводи. Всто не приложите, положите лучше, ровно. Вот здесь. Прыгайте, прыгайте. Вдоль. Вверху не меняет. Левая нога впереди, как шмага. Сдавая нога назад. Вот приземление, соединяем. На раз, вверху впереди, на два, правой. Вверху, прыгайте. Вверху, прыгайте. Левая нога. Раз, два. Вверху. Далее назад. Вот так вот так вот прыгали, да, эти боковые движения. Все. Сейчас ноги с вас пытаются сразу же выкрутить и развернуть таз. Нам здесь как раз нужно размять за бедрые суставы вот этим вот движением. Я прыгаю вверх, положение ближней ноги на кромчане. А потом активным сменам таза вращаются ни к чате. Не делайте сразу боковое положение. Прыгаем, прыгаем так. Таза вверху. 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 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Сидируем, скручиваемся лево по головой пойдем за спину смотрим назад 1 2 в другую сторону 3 4 в другую 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Левая впереди Левая 1 1 2 1 2 1 2 1 2 Стоп Опустили руки 1 2 2 Вот такой Мы сейчас делаем размилочные какие-то моменты, которые выполняются в туле но мы их подводим к работам в спаринге В спаринге не нужно быть Вот такие вот 1 2 Почему не вон? Почему не вон? Правильно! Потому что между первым и вторым колоком паузы В эту паузу будет колокол у вашего оппонента Поэтому в виде размилки мы бьем те же отжелоки 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 Взялись за внутреннюю сторону пятки, в руку положили, разгибаем ногу. Раз, два, другую руку. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, оставим. Рука здесь. Удаль, П наш ссоти раз, два, быстро, три, четыре, пять, шесть Kelly, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, III, Кровочно раз, два, три-четыре, раз, два, три-четыре, раз, два. Взяли в закату что тыirable залузим, разгибаем. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два, раз. Бьем. Хоп! 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 Смой перезагреваем, но еще ровно вот такой, берем назад. Во счет. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот здесь должно тянуть плохую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Взяли противоположную руку и руку. Кому не дотянули, заберем другой. Вторая рука на поясе, и отжумок бьем за стопу. Хоп! 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 Декор, значит, новый раз, бедро. Вот бедро, да. Тазобедренный сустав, сокращенный таз. Таз. Слегку можно закрывать таз. Это значит, что у меня положение стопы, планкаем ее чай. И в это положение закрываем таз. Положение рук у меня должно быть точно так же, как при выполнении этого удара. Дальняя рука, подбородка, ближе рука над бедро. На раз загнули таз, два исходных положения. Три, другая нога, закрыли таз, четыре исходных положения. Готовы? Приготовились, спина ровно. Закрываю таз, раз, два, другая, три, четыре. Нет, рука сюда не уходит, над бедром. Раз, два, три, четыре. Посмотрели на меня в счет. Это важный момент, я приступаю, когда вы будете пить в чате. Положение осмотрено. Братья закрываю таз и в чате, нам нужно было положение рук. Вот это положение неправильно. Чему оно приведет, я расскажу позже. Вот это неправильно. Приготовились еще один. Левая. Раз, два, три, четыре. Раз, три, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Логи у нас находятся пальше. Руки здесь. На раз, левую лобку, какую-то высоту поднимаем, кладем вперед. Приготовились. Раз, подняли. Правую. Два. Обратно левой. Три. Четыре. Раз. Два. Два. Три. Руки здесь. Четыре. Раз. Обчание. Ближняя нога. Все, ближняя нога. Раз. 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 Три. Четыре. Пять. Обратите внимание, вот такое положение, и в чайник. В чайник съезд. Оп. 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 Пойдем. Оп. Ну что ты не доворачиваешь, тебя на 90 градусов, поэтому тебе не удавится. Давай еще раз доворотом. Оп! Оп! Их не доворачиваешь. Что дает нам проблему с недоворотом с отрывом? Если я отстаю, бью 90 градусов. Ничего. Правильно? По одному. По равновесию, встать ему, держите с равновесией. Сила. Не дотянуться. Не дотянуться. То есть, когда мы берем заход на вырежь в 90 градусах, я уже ныряю на дистанцию среднего летания, я не ударю. Но летательный удар длинной дистанции. То есть, здесь он неожиданно видно, когда... Да, стандартная работа, когда раз-два, долю, вот это все, как бы все артекландисты врачи делают. А вот одиночный удар, мы нацепим на дальнюю дистанцию. При таком положении не дали. И последний раз удар. Посмотрим, что стукает в руку. Бал! Все нормально стукает? Устать. 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 Устать, да. Устать, да. Знаешь, что я скажу? Есть два варианта. Привык удержать с вами дальнюю руку у подборота. Понимаешь? Получить на соревнования? В голову. Пандаль. Либо, в случае тренера, еще обязательно тренировка. Убирай. Пандалья рука выполняет форму защиты. Защита от удара-назрения. Да? Встречного удара. Как нижняя рука должна быть? Устать. 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 Смотрим. Оп. Правильно положим? Или нет? Устать. 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 Почему тебе так? Веди на тебя посмотри. Запоминайте даже эту руку. То есть, если я показываю на нем, это не значит, что у него, у него, у него. Оп. Устать. Ну, здесь получше. Я скажу на нем. Положение руки на долю чаги. А вот у нас стойку тоже чуть позже вернемся. В момент долю чаги, в момент долю чаги, у нас положение руки должно быть здесь. Не как на об чаге. Об чаге у нас, да? Потому что вот видите, таз разворачиваем в полуфронтальном положении. На долю чаги две минуты. Значит, на долю чаги, на долю чаги. На долю чаги, при ближнюю руку, затягаем сюда, чтобы у нас здесь, кто говорит про равновесие, работали мышцы спины, стабилизатами. Потому что на долю чаги, при таком положении, тоже у нас будет крути. Часто бьют на плитудный удар, который, в таком случае, у нас наказывается, да? И вовсе не втягиваются, вовсе не вкуляют, и потом по скорости. То есть вот здесь вот должны работать мышцы спины, тогда вы будете, с равновесием все будет в порядке, будете устойчивы. Это неправильно. Ну и плюс статический момент, который чаги, это идеальный момент после доли чаги, передней установки. То есть это очень, очень хорошо. Так, вы правы на голову, да? Оп! 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 Что у Даши? А чем это опасно? Давайте, чтобы не ломать голову, я скажу так. То есть из этого положения, взять остается. Из этого положения. Даша может сделать дополнительный поворот. У нас несколько времени в спарнике, чтобы делать лишние движения. Это раз. Два. Мой наставник всегда говорит, что когда ты тренируешься, где-то, не знаю, в Африке еще есть человек, который стоит. И сто раз тренируется только в дальнюю движение. Кто-то и не ждет, когда она достанет и будет делать голову. И он готовится, чтобы ударить дальнюю руку. Только это, по сто процентов. И рано или когда Даша с такой девочкой из Африки встретится. И спарнику Даша закончится на первом рейтинге. На кампе. И в ее сторону. Значит, что это такое? Смотрите. Все очень просто. Это движение мы называем холостой путь. То есть здесь, чтобы развернуть таз, нужно сделать дополнительное движение. Она ставит только так, а потом выполняет движение таза. Это холостой путь, который забирает много времени. То, что я говорил о стойке. То есть этого положения включать и быть не должно. Плюс еще она очень сильно стоит на переднем ноге, поэтому она делает два движения. Она делает холостой путь. А потом движение таза. Так называемый золот. То есть я вижу ее движение. Отвечайте, не отвечайте. Познать новый стойке. Отвечайте. Должно быть целиком. У вас должно быть ощущение, что вы взяли за зону. И резко притянули. Это отвечайте. Когда вы делаете дополнительные движения, вас на этом будут любить. Это очень важный момент. Положение стойки. Спасибо. Еще один момент. Мы должны понимать, мы сейчас общую картину рассматриваем. Что каждые эти элементы, они тренируются отдельно. Мы не можем на них тратить время. Я пока просто общее буду вам бросать, чтобы вы могли понимать, что это так. Один. Да. Оп. Оп. Чик. Оп. Чик. Стоп. Чик. Он не хочет учиться. Я только на них показал на секунду. Двое же. Оп. Чик. Стоп. Какая у них ваша ошибка, кроме того, что он не хочет учиться? Дровью. 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 Оказывается, Бог. Дровью. Одно время было очень популярным. Дровью. Чик. 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 И. Чик. И так же все знают, что, естественно, в противорезе работают и против девчата, а те же ребенка и сына. То есть человек даже от страха, видишь, он крутится, я просто пойду туда, у него нога будет сбоку. В печати бьемся снизу, да, есть шанс попасть, когда еще делаем подпрыжку. То есть ты очень сбоку, сбоку. Тот удар, который, в последнее время, в последнее время очень мало используют трекландов. Я в основном не всплываю. Стопа параллельно на одной линии. Оп! Триста шестьдесят. Оп! Оп! Триста шестьдесят. Триста шестьдесят. Оп! Там очень классно. Когда он еще начинает его бить, я поеду. Он может выступать в его кикбоксинге. А с кикбоксингом, где его не бить, где его хорошо проделать. Видите, человек? Оп! На них туда. Оп! Бедро работает у него? Что у него? Это оно. У него работает бедро. Бедро, бедро. Это вот это. То есть, это основная ошибка в трекландове. Значит, сегодня мы и сделаем. И в чайне сделаем несколько положений хороших, чтобы вы почувствовали вверх. Значит, в чайне две проблемы. Первая проблема – непонимание, как разливать бедро. И вторая проблема – вот сразу заряд. Как показывать функцию? Можно? Вот так. А изначально? Вот мы стоим. Просто поднимите и возьмите в задницу. Правильно или нет? Неправильно. 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 Более-менее правильно. Потому что, если подсотка начинает деться в чайне, если вдвое подзаря должно быть внутри, тогда он уже будет работать. Других. Вот если отсюда – значит на меня не получится. На меня сделка. Вот так. Вот если отсюда – значит на однунюю часть. Вот здесь. Вот там не все. Вот здесь, вот здесь. Вот. Мы вернемся к этому, я немного вас расстрою, а может быть и просто расскажу новую информацию. Вот так надевать ногу легко. Но вся сила теряется полностью. Самый простой пример силового удара. Каратэ это Ниша Лайк, по-моему, называется силовое разрывание. У нас это пауте, силовое разрывание носа. Друзья, вот так доску не привезли. Потому что полностью структура поднятия ноги теряется. Теряется. Потому что начальное движение у нас не учает. Поднятие бедроведа. Помните, мы сегодня разминались в пышках? Колено и плечо. Поднятие бедроведа. Бедро поднимаются на максимальный уровень. Тестное упражнение я всегда советую делать. Тоснуться плеча, а потом в этой зоне. И вот после этого, когда у меня поднимается бедро, вот эта вот плотность, вот из этого положения я изменяю положение таза. Его можно делать, мы сегодня по делу. Во-первых, изначально, чтобы не допускать ошибки, как я на вас показывал, вот это вот движение. Я еще раз говорю, вы можете принять это, а не принять. Но это будет реально сильно, девчонки. Вот ваш показатель. Вы можете сегодня это попробовать. Мы стоим ноги вместе специально, чтобы начальное движение у меня было бедро вверх. Потому что когда мы закрепим этот навод из этого положения, переходя в боевую стойку с места либо с подшага, у меня начальное движение будет бедро вверх, а не вот это движение. Тестовый праздник не стоит. Я положение ноги вместе. Я сейчас выполняю удар фазой заряда. Я не раздеваю его. Я поднимаю колени. Смещаю таз туда. То есть поднятие колени вверх и таз туда. Приплопнуты. Это удар фазой заряда, без раздевания. Этим вы не могут. Мы подробнее. Мы сегодня это все подняли. Стопы вместе. Стопы вместе. Ближе. 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 Этим. Нет. Вот видите. Вы понимаете, что вы не должны отсчитать от себя. Не потому, что вы весите меньше. А потому, что у вас бедро не поднимается. И движение у вас всегда начинается от шпатона. Ноги. Ноги вместе. Хорошо. Завал колен. Видите? Завал. Ноги вместе. Ты сколько весишь? Семь. Он весит больше, чем я. Ты не должен падать. Почему он падает? Громче. Это сбалишься, потому что ты рукой закручиваешься. Варианты какие? Ведро там, колено не подносит. Он падает. Громче. Это потому, что рука всегда привычка. Все очень просто. Держи. Чтобы не падать, чтобы бить юбчаги. Юбчаги удар всей массой. Чтобы ударить всей массой, из этого положения я должен таз, область таза, в общем, с этой тяжести, сместить вперед. Как я его смещаю? За счет разворота опорной ноги, который у всех практически у вас очень плохой. И юбчаги, я до его разворота опорной ноги на подушке с такой, это обязательно. Чтобы убить атакующий удар. Из этого положения, из этого положения, я таз смещаю вперед. То есть я колено поднимаю еще выше, и туда таз смещаю. Я назад не падаю, я остаюсь на месте. Понимаете? Если я буду бить молодценно, ударю в чай, при правильном положении удар, я буду здесь. Если я буду бить с выноса вот таким, и если он еще пойдет для меня на встречу, я всегда буду падать назад. Командный спарринг, более опытный спортсмен, он просто ставит, закроется, сделает шаг вперед, потом ударит, далее. Все, на этом спарринг закончится. Чуть пока убираете на место. Да, давай. Встали фронтально, встали фронтально. Руки здесь. Левой ногой, поставьте поля на плеча, быстро, вверх вниз. Раз, быстро. Два, опады ищай. Левой ногой, три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Теперь на основном моменте разгибаем. Есть самое простое упражнение. Потому что многие, многие не понимают, и взрослые в том числе, не всегда. Ты сегодня пил? Как это зовут? Игорь. Игорь сегодня пил, он привык так бить. Он такой, блин, а как бедро? Игорь, как бедро? Не знает? Ты чего, тут нравится? Да. Ну че, ну что, видишь? А сказать с вами поможет? Смотрите. Очень простое движение. Разгибание бедра. Мы сделаем это в совокупности дополнительного параллельного. Мы стоим ногу на шею плечи, приседаем, встаем, одновременно поднимаем левую ногу колено к плечу, разгибаем ногу вставим. Посмотрите, положение кулочью ровное, я присел, пятки прижаты, пятки прижаты, стопы параллельно. Я стою, поднимаю бедро, нога разгибается. Ты говоришь, как нога разгибается? Если мы возьмем провода за стопу, то тебе надо разгибать в центре положения вот так. Значит, это бедро. Пробуем, ставим, стопы параллельно. Топы лево, оп! Нет, пинцов, ногу удалим, ногу пьем чуть-чуть, но нужно получше обновление, чтобы не коснуться пола. Опять ставим. Топы лево, оп! Принцип этого упражнения, мы бьем на вставание. Я на вставание поднимаю бедро. Удар у нас состоит из нескольких фаз. Это фаза заряда, фаза выбора и фаза сбора. Ну и входное положение. То есть у нас, как я уже говорил, изначальная ошибка, юбчане, поднятие бедра, фаза заряда, юбчане, это фаза, с которой выполняется удар. И само разрывание бедра. Это основные такие проблемные точки юбчане. В принципе, как и многих других ударов. Юбчане опасен, когда заряд плотный. Вот вы показывали, да, здесь сама суть, то, что заряд плотный, это правильно. Чревато у Кашипа, когда задавал кузну еще, это, смотрите, движение. То есть та девочка, которая бабушка до сих пор тренируется, она ждет по бабушкам, да. Она ждет, когда достанет бабушкой и будет с вами, когда здесь сама с вами пойдет. Вот. Поэтому, смотрите, что мы сейчас с вами делаем. Очень приятно. Значит, мы становимся, поднимаем левую ногу, левую ногу. Максимально плотно ее вот так вот здесь. Здесь, из этого положения, на раз, таза, вручную юбчане, вот, это фаза заряда юбчане. На два обратно. Три поставим, чтобы сильно не уставали. Приготовимся. Левую. Раз, подняли. Стопа на себя. Два. Три обратно. И поставим. Раз, подняли. Два. Два. Три. Раз, два. Три. Раз, два. Три. Раз, два. Три. Раз, два. Три. У нас расстояние нет. Я двигаюсь. Семеняющий парень. Что это значит? Короткие передвижения ногами. Как будто на горящем листке. Значит, мы семеним. Я не смотрю назад. Я двигаюсь вперед, назад, влево. Если вернуться, а в обратно колено возвращаюсь. Я сейчас в правое имущество возвращаюсь, чтобы не мешать все семьи. Мой паркурс сохраняет дистанцию методов. И как мы едем? Вот двигаемся. И вообще мы здесь работаем. Мы работаем по времени. Прямо обратно. Ноги постоянно работают с руками. Здесь. Если я дошел до конца, но время... Андрей, я стою в положении фаза зарядного вещателя. Значит, здесь важно, чтобы донесить не будем делать без стены. Я не забавляюсь на что здесь делаю. Просто мне помощь, чтобы не сворачиваться сейчас на равновесие. На раз. Бедро. Вот здесь начинается движение. Депа. Я разгибаю ногу. И партнера отодвигается. Бедро. Голень я никогда не смогу сделать. Дополнение так, как я держусь. Я растягиваюсь. Заднюю поверхность бедра. На два. Я бедро собираю к себе. Подтягиваю партнера. Раз. От себя. Два. Как стоп. Движение. То есть, здесь вот это движение не прокатит. То есть, я вас подтягиваю только как раз вот эти движения. Вот эти. Приготовились тогда. Смысл сейчас этого задания не замыщен вас. А чтоб вы его поняли. Оно сходится с тем, что мы делали сейчас в шверской стенке. Мы его будем делать в шверской стенке. И движение, именно второе движение, оно будет отличаться от движения в шверской стенке. Значит, у нас все тоже положение. Движение. Партнер держит ногу. В фазе зарядки. Посмотрите. На раз. Я бою отодвигаю назад. И на два. То, что я уже из шверской стенки сделал себе. Себе его пододвигаю, потому что мне неудобно. У меня нет за что держаться. Я таз. Смещаюсь к нему. Тоже движение, только наоборот. Бедро. Раз. Разогну. Значит, у меня колено. Бедро. Идет в туловище. Таз смещается туда. Получается, как два метра движения. Сюда. Опорная нога, естественно, развернутая. Здесь очень важно держать положение туловища. Приготовились. Прием. Опустили шверскую стенку. Опустили. Колгай. Раз. На партнера. Два. На колесо. Раз. Раз. На пуль. Два. Раз. Два. Два. Раз. Вы меня уже смотрели, пожалуйста, сюда. Внимание. Я понимаю, что это для меня привычно и неудобно. Значит, здесь маленький момент. Когда я подкору оттолкну, я не прыгаю к нему. У меня иногда скользится за счет того, что я так засмещаюсь, и легко подкоряю к нему. Два. Долкну. Не прыжком. А именно к тазу. Я тяну ногу к тазу. Нога тяну за счет того, что я смещаю таз и сгибаю бедро. Не прыгайте. Приготовились. Другие примеры я его. Руки за стены. Руки за стены. Руки за стены. Не убираем. Не убираем. Не убираем. Мы питаем в загаре. Только они у нас. Двое чайник. Питаем живот. Легко. Мы не пьем и питаем. Второй дом не снизится, но мы работаем свободно. Я защищаюсь. У меня на фронтальной листы движение назад, а по задам руки есть. Круги застынули. Свободно. Свободно. Мы работаем свободно. В 15-м мы выезжаем в первый год, руки не убираем. Работать просто и легко на скорости. Ну а дальше? Руга левым боком, столпы вместе. Левым боком. Левым. Мы начинаем с его ноги. У нас уже фронтическая часть расширывается. Стопы вместе. Стопы вместе. Наличие. Мы бьем два. Мы бьем два заряда. Ноги вместе. Без всяких подшагов. Колени к плечу. Таз ломаю вперед. Нерки боли. То есть у меня. Без всяких подшагов. При поднятии. Посмотрели. Угол между перекрымом будущем. Пятки не гробится. Он не меняется. При этом вкручивание он не меняется. Я здесь не раскрываю. Это называется удар. Парадезаряд. Когда вы научитесь так делать, вы можете его бить на близкой дистанции, если вы поспали обратно. На один счет. Приготовились. Стопы вместе. Стопы вместе. Стопы вместе. Два. 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 Три. Не разгибаю. Я сперл. И ничего не надо. Я не разгибаю. Если чувствуешь, что тяжело, ты разгибаешь. Делай себе вообще дистанцию. О! Ты разгибаешь. У меня вверх. У тебя вверх. У тебя вверх. Боковая стойка. Мы стоим на земной стойке. Мы делаем по счету. На раз. Мой партнер бьет юбчаги с подшаги. Подшаги мы сегодня не касались, но просто быстро траться. Подшаги помоясь с нами на ногой. В принципе, какой главный принцип? Подшаги в подшагах кто знает? Да. Да. Хорошо скажем. Что главное в подшаге? Режьте. Режьте. А как правильно? Режьте или не резьте? Реакция. То есть если рубану, он будет не резко. Пойду я. В принципе, когда подшага у нас на опорное положение. Одна нога ставится, вторая поднимается. Понимаете, да? То есть если у меня будет двухопорное положение, меня будут бить в этот момент. То есть задача на подшаге, делается на том, нога ставится и сразу потом сверху снимаем ноги. Значит, Боря на раз выполняет, величайность подшага на уровне пояса, не выше. Сюда берем на уровень пояса. И держим прямую ногу в конечное положение. Раз. Вот. Сейчас все проверили, садиками держат. Боря не держит садик. Живой. Долго по такому вычислили. Я стою на такой дистанции, что у меня примерно расстояние ладонь от ноги партнера. То есть я создаюсь себе проблемой под ногой. При подшаге у меня получается, что я стою ноги вместе, только мы делаем всю тренировку. Из этого положения я приду юбчаник через ногу партнера. Если у вас партнер выше, ниже, вы контролируете, здесь сейчас не важна высота. Вы меняли высота пояса. Значит еще раз на раз скрепчайте контакт. Вот здесь. Здесь еще раз. А ты делаешь две коленки. Раз. Два. 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 Нога не падает. Раз. Два. Два. Если вдруг ты проспал, допустим, тот же с руками. Ты за счет вот этого плотного заряда на меня смещаешься, ты ведешь меня, и я проспал. Но теперь его движение, как многие, выручены здесь. Если я спросил, то я не могу. Я всегда тебе не сломаю. Я сломаю тебя зарядом, либо я сломаю тебя карпиду. Это нам дает. А сам принцип этого упражнения. Здесь самое главное. Подводящее упражнение, которое мы делали в начале тренировки, это обнимание на ногу. Это очень сложное упражнение. И когда ты становишься в это положение, я еще раз объясняю, смотри. Вот этот угол, да, вот. И вот этот угол. Они неизменны. Получается, что я при вкручивании, эти углы не меня. Часто ошибок, которые допускали ты и твои ребята, недоворот ноги и вот это вот раскрытие. А нам надо. Знаешь, когда я вот это схватил, вот здесь. Сюда начну. Вот так вот уже. Однажды. Одну здесь открою. Да. У тебя гибкость хватает. Вот так. И ты разворачиваешь опорную ногу. И таз смещаешь вперед. Тупер. Не гордон. Только профессору forming. Ну that замуж. Только Туперы. Пом Holly стоㅋㅋ В хорке. Но finds так хего на họа. Как в Morrison scanning эффект active. У нас проехали зо provoke. Пока что я не смогу. Ус binary знал.